Очень похудел, сгорел в больнице. Друзья Сергея Сивоха раскрыли неизвестные факты об артисте. Вчера, 3 ноября, в Киеве простились с Сергеем Сивоха, умершим в ночь на 17 октября. Друзья и коллеги поделились неизвестными фактами об артисте и юмористе, об этом сообщает РБК Украина, проект Esteller, со ссылкой на OBIO Z, UA, сгорел в больнице за неделю. Бывшая директор ТРК, Украина, Марина Миргородская рассказала, что Сивоха и его жена Татьяна были «идеальной парой». Также она вспомнила о последней встрече с артистом. Уже тогда он был с палочкой. А в Германию он ехал только для того, чтобы проконсультироваться с врачами, он никогда не был тщеславным, чрезмерным, хотя в свое время был большой звездой. В последний раз мы виделись на похоронах коллеги, он уже тогда был с палочкой. «Я видела, что очень похудел. Но был положительно настроен и верил в то, что преодолеет все это. Но никто не подумал бы, что в 54 года при уровне современной медицины. Татьяна мне сегодня рассказывала, что он приехал в Германию прямо на консультацию. И сгорел в больнице через неделю», — рассказала Миргородская. «Болел много лет». Телеведущая Анна Свиридова отметила, что уже давно знала о болезни артиста. Она общалась с ним за несколько недель до его смерти. Тогда ведущая просила, чтобы Сивоха посоветовал врачей для Нины Матвиенко, которой не стало 8 октября, он посоветовал, куда можно обратиться. «Я передала эту информацию. А о себе, как всегда, все хорошо. Даже в голосе не почувствовала, что, возможно, все не так со здоровьем. Я знала, как и все, что он болеет много лет. Это же все происходило на наших глазах. Его жена Таня, очень сильная женщина. Благодаря ей он продержался столько лет. У них очень крепкая семья. Она за ним была как за каменной стеной, а он, за ней, сообщила Свиридова. «Очень любил маму». Ведущий Андрей Бедняков также поделился неизвестными фактами об артисте. Сивоха стал для него примером человека, ценящего мать. По словам Беднякова, артист всегда о ней помнил, он очень любил маму, невероятно ее уважал. «Сколько мы где вместе не бывали, всегда ехал домой с подарками. Мама для него – главный человек на свете. Он меня не то что научил, а лишний раз показывал пример, что очень правильно, что родители для тебя – это номер один. Он всегда, где бы ни был, звонил по телефону маме. Слушался ее, даже в очень взрослом возрасте, вспомнил Бедняков. Напомним, о смерти Сивоха сообщили его родные. Также мы уже рассказывали, что известно о жене и сыне Сивоха, которых он скрывал многие годы.